Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Христос воскрес. Номер 166. События дня. Признаки жизни подавляются архиереями. 25 мая 2016 года. Дальше начинаю снова показывать. Краткая маршрутка, вы прочитайте. Кто готовится к окрещению, мне каждому отвечать и времени нет. Но никому не разрешается приезжать без разрешения. Получить нужно разрешение. Сначала побеседовать надо или не надо. Кто хотел в прошлом году приехать, приехали, крестилось 12 человек, но большая часть все-таки сумели найти там. Кто-то поехал даже на Афон. И вот это мочение, что сегодня безобразие нарушает каноны священники, там ни за что не считается. Как воина Лука и Сенецкие. Да меня мочили. Да обман был. Никакого крещения не было. Второе крещение, третье, единое крещение. Его не было единого крещения. Попирается все правила, каноны. Единственное, что всегда соблюдалось, если архиерея как-то где-то задевали, огорчили там или досадили им. Вот они над этим, как говорится, кощей бессмертной тряслись над этим сокровищем. То есть над своей личностью непогрешимая греховность, как Тючев пишет. И вот дальше считайте. Остановитесь вот так и дальше внимательно посмотрите. Сегодня немножко тут будет сказано. Вот так. Телефоны даем. Все, все открыто. Никакой тайны-то нет. Приезжает не крещеная. Не крещеный поп. У Лескова есть такой рассказ. Посчитайте. Это вот все и есть сегодня. Как проехать, как что, что брать с собой. Видите, какая подробная. Тем более, вчера я выставил видео. Дорога ехал и снимал. Ну, вот так. Ну, и обратно как вехать. Вот. Вот беседа. Тут священников двух. Это можно найти. О конечности мук. После страшного суда Божия. Это где оно? Я не знаю, сейчас найду я его или не найду. Вот сейчас попытаюсь найти. Это в скайпе. Мне вчера сбросил посмотреть. Сергей парализованный. Вот он как раз есть здесь. И вот он мне это дал. Чтобы я посмотрел. Вам не видно, наверное, здесь? Тут мой ответ уже идет ему. Я сейчас выставлю. Вот оно как. Ну, что четвертое. Тут можно найти первое, третье. Я вот его скопирую. Сразу не сделал. Вот. Приходится сюда выставлять. Вот, наверное, здесь я его поставлю сейчас. Вот так оно выглядит там. Ох, куда я его поставил-то. Ну, ладно, ничего. А конечности мук после страшного суда. Беседа от Михалев. Отец Петр. И Самсонов отец Алексей. Я на это отвечаю. Беседа священников. А конечности мук после страшного суда Божия. Несравненно правильный и приемлемый говор произношения Михалева. Сравнение шептунства Самсонова. Даже не поймешь, чего. Глядишь и видно, что неискренный. То ли вера никакой совсем нет у мужика. Непонятно, что за звуки все время несутся. Не музыка, а просто глушители стоят на звуке говорящих. Тему растянули даже не на один. Как бы диспут. Уже пять разговоров. А там самое больше двадцать минут и тема закончена была. А чего проще? При несогласии чуточку разбередить воображением себя и перенестись в те времена, когда еще четыре века пронесутся. И будут низкие и высокие. Там Григорий низкий. Ну я это таким словом. Как бы слово низкие. Хилые и признанные. А Слово Божие пребывает навсегда. Ну чего тут? Вот сказал тот, сказал этот, сказал тот, сказал. В какое время? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 51 стих. Я сразу определяю, как у нас с курсивом, жирным экраном. Истинно, истинно говорю вам. Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. 1 Петра 1, 25. Но слово Господне пребывает вовек. А это есть то слово, которое вам проповедано. Ну сегодня нельзя сказать. И не проповедано, и в руках не держат слово Божие. Почему? Православные еретики-то не говорят, что был православным. Редко когда говорят, я был неверующим. Ходил, главное, что чаще исповедуйся, чаще причащайся. Плати деньги за все. Вот и все. Ну явно дело, что все разрушается уже. Уже протестантов-то намного больше в мире. А они давно ли возникли-то? В чем православных? Я же не говорю о католиках, о мусульманах. Чудно так слышать, что если говорил Григорий, и при том явно неверно, не туда его занесло. Тогда вопрос. А до собора говорил или после собора? Вот теперь начинает разбирать. Он Григорий низкий, брат Василия Великого. Ну говорил совершенно неправильно. Его уже не принимает церковь, его слова. Но он святой. И вот они сейчас путаются его с его словами. Когда он сказал это? Когда? В каком году? Да где они? Нигде дата-то не ставят. Мы на своих письмах не все значи числа ставим. Да и не пишут сейчас. Вот. До или после? Тебе-то какое дело до собора? Его могло и не быть никогда вообще и этого Григория, и этого собора. Главное это в тебе уже сидела ложь. Потеря связи с Богом. Но он говорил неправильно. А при чем до собора или после собора? Это в нем уже сидело-то. Заодно это уже он где должен быть. Такую ересь рассеивал. Если по теме, то нужно найти и выбрать все до единого места и Святой Библии. Вот как надо беседовать. Которые говорят по этому вопросу. Если ничего более нет, так и говорить. А не натягивать чужое мнение, если оно явно вопреки Святой Библии. Заранее говорит, оно неправильно. Вот. Вот Петр говорит, Михалек даже сравнивать не надо. Насколько четко, ясно, какие у него слова. Ну, все понятно. Просто. Говорит по делу. И видно, что он знает, о чем он говорит. Так. Михалев говорит четко и понятно. А второй мямлит. И вот тут же Михалев облечил и улечил. Ответ только один. Согласно Святой Библии, откровение Божие свидетельствует только о вечном мучении. Меня лично только вера в мучение и подвигла воздержаться от грехов и искать Христа. Спасла от всего, что не славит Бога. Еще не знала. За всю жизнь я лично мата не сказал. Из-за чего? Ну, жил-то среди в армии, среди таких людей на должности. Только бы принять нет. А как я умру? А что будет? И мука вечная. Никогда она не кончится. Вот это подвигло. И он об этом говорит. Если нет веры в вечное мучение, да по боку все. Все равно реакторнация будет. И в Святой Библии слово вечное употребляется так же и в смысле всю жизнь. Я поясняю это. То есть это тоже надо иметь в виду. Ну, а зачем? Затем, что вечно, а потом дальше дать понять, что существует другое понятие библейское. То пусть господин его приведет его перед богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом. И он останется рабом его вечно. Ну, полюбил там ее и она рабыня, а он женился уже и не хочет уходить. Ну, его что? Ладно, живи, но рабом будешь вечно. И дети его рабами будут. Это надо такая любовь. Ужас какой-то. И вечно. Ну, как вечно-то? Ну, что он, если спасется и там вечности его будет. Вот видите, какое слово вечно. Разговор о вечности мучений не следует вести. Но говорить, как верили всегда и на Руси во всех книгах, что мучения именно вечные, бесконечные. Признаки и дальше. И дальше другая тема. Мне скинули опять же. Признаки жизни подавляются архиереями, я заглавил. Посмотреть, как священники. Сейчас я даже, может быть, найду, чтобы показать, где это есть и как это выглядит. Вот. Надо зайти вот сюда. Вот. Это не просто так. Вот оно где. Посмотрите. Посмотрите. Отец Григорий, вам слова не давали. Это Юрий Григорий. Почему вы? Пожалуйста, пожалуйста. Здесь разлучали. Здесь собрались. Здесь собрались. Для памяти. Для памяти. Для памяти. Для памяти. Для памяти. Соборность эту подбирают. Сейчас только что для ваших глазах. Всякий клирик, который был обвинен публично, должен, подчеркиваю, он не имеет возможности выбрать, делать или не делать. Он должен написать прошение и уйти в Заштат на год. Отдать митрополию, в данном случае владыка Анастасия, должен был отдать митрополию в управление по решению священного синода. Но он этого не сделал. Для чего он должен был это сделать? Он должен был это сделать для очищения своего честного имени. Потому что это не только его имя. Как митрополит, он является лицом целой епархии. И когда такой вот идет навет на имя митрополита, это значит вся епархия соучаствует в умолчании этого греха. То есть согласно... Вот я продерну еще раз. Показать, чтобы... Я еще раз повторяю. На нашу землю сейчас пришла беда. Наша земля родила упыря под именем Ульянов Ленин. Вы знаете, что рядом стоит его памятник на том месте, где стоял раньше Троицкий собор. Громаднейший Троицкий собор. Так неужели мы опять вновь позволим нарушать каноны церкви и позволим относиться к нашей церкви? Мы позволим язычникам хулить имя Христова в нашу церковь? Мы не имеем права, дорогие братья и сестры. Конечно, каждый принимает решение за себя сам. Вот интересно, что я веду где-то деревья вокруг, и видно, что здесь несколько священников, и архиерей уже грозится им. Это неправильно, что грозится. Они говорят, Карфагенский собор, 90-е правило, и дальше так. Говорят правильно, но говорят нарушение законов, канонов. А вот теперь-то и как раз на этом-то и поговорить. Я занимался канонами три года. Три года. Ну, попутно другими делами занимался. У меня была на церковно-славянском, до Никоновская, патриарха Иосифа. Поэтому мне пришлось сесть и изучить, то есть разуметь церковно-славянский язык. Составлять симфонию на нее. И я нашел. Вот сейчас они говорят о канонах. Вот я на 100% уверен, ну, полвека уже, я это, больше полвека занимаюсь этим, что священники не знают, сколько вообще канонов. Как знать? Если ни одна иота, ни одна черта не пропадет, то должен знать, сколько иот, сколько черт. Я на это сейчас тоже пока покажу. Как знать-то, если, ну, числа-то нет, у тебя дали 100 рублей, ты должен вернуть столько же, коров пошел пасти, 100 овец. Ну, потерялась одна, ты посчитал 99, 99, я пас овец, знаю. Потерялась только-то 9 овец, нигде нету. Где они, в какой момент ушли, когда, ночью, днем, утром я их не посчитал. На конец сел и поехал по лесам, по дебрям искать-то. Найти надо, найти, но надо знать, с чем сравнивать. Сравнивать с тем, что должно быть и где несоответствие. И нашел там браконьеры, лес рубят, попутно что. Ну, я вовремя уехал оттуда. То есть, одно тянет за собой другое. Я повторяю, сколько правил. Я не боюсь это сказать. С Сюссениановыми декретариями 989. 989. Из них, которые сегодня действующие правила, которые не отменены, 719. И из них, внимательно слушайте, чтобы не упасть, 413 правил нарушаются ежедневно. Практически во всех храмах, притом умышленно, целенаправленно. Вот эта торговля, правила за правилом, говорит, не должно быть. Священник раньше 30 лет не должен быть рукоположен. Силенский собор 14-15 правил. В дьякона не раньше 25-ти, в пресвитеране не раньше 30-ти, в деканисы не раньше 40-ка. То есть, все это обговорено. Какие правила, что? Вот если он женился, она не девушка, не девственница. Он не имеет права быть священником. Да где это соблюдается сегодня-то? Он после крещения-то и сблудился в дребезге, а потом его ставят. Но если до крещения было, то там вопрос другой решается. И вот сейчас священники говорят о канонах, попираются каноны. А как крестишь-то? Лбы мочишь? Я не знаю это оказание. Но скажу, что почти во всех храмах вот это безобразие не готовят. Ну, людей-то и катехизации настоящей нет. Вот у нас катехизация была 500 часов академически. 500 часов. Найдите, где мировые практики есть. А почему? Потому что правило гласит от 3 до 5 лет. Епископ Нон говорит готовить к окрещению. Не скоро допускать до святого крещения приходящих от блудной жизни. Вот он говорит о правилах. Все правильно говорит. Ну, дальше-то. Стриженная борода. В свое время в галстуки ходит. Как она сама в доме. Жена неверующая матушка. В брюках ходит по городу. Ну, тут дальше-то коснись за этими. Слова-то хорошие. Ну, ты выполни их. И поэтому у вас архиерей гнобит сейчас не за то, а за другое. Он даже не знает того. Ты пришел домой, радостный такой там получку принес. А у жены что-то настроения нету-то. И она прям с порога на тебя кидается, как пантера. Да ты что же? Так, Златоуст говорит. А за что? Припомню. В своей жизни не поступал ли ты так с какой-нибудь женщиной? А теперь это даже ничего не знает. Ты скрыл от нее. И она, как нож-хирурга, врачует тебя. Она мстит тебе. Вот какое дело-то. Это все не так просто. И вот здесь, посмотрите дальше, как они говорят немножко. По Христу он или без Христа. Но учтите, момент истины наступил сейчас. И потом, поймите, вот говорили царственные мученики, они ставили до конца. А ведь народ предал, отрекся от креста целования. И что в результате было? Миллионы жертв. За нарушение креста целования. И сейчас нам тоже... Даша, я продергиваю. ...получается, получается у нас нечестие, оно в почете, а благочестие, ревность по Богу. Как же мы будем своих детей воспитывать? Разве новомученики? А что с... Новомученики, раз, два, не будут, они соглашаются, не будут двойным стандартам. Давайте вразие сестры. Вот они не в церкви, и поэтому женщина имеет возможность говорить. Вот они сделали это очень хорошо. В храме-то она... А она может имеет то, что можно сказать, ей не запрещается это. Раз священники разрешили, значит разрешили за пределами где-то. Вот. Я не знаю, почему именно женщина. По сути-то она не должна говорить, но она говорит правильно. И не в храме, и главное это соблюдено. 413 правил нарушается, вдумайтесь в это. Подряд. Даже сказать страшно. 57 процентов. Вот священники тронули, ну дальше-то продолжайте. Нет, вот как диамид. Куда его понесло, сам не знает. И что за этим дальше получилось? Ну дальше-то за пределами церкви. Давай анатомию предавать и патриарха, и всех священников, и сеноты. Против телефона мобильного там. Ну то есть дальше не знают что. Нужно проповедовать Евангелие. Евангелие, Слово Божие, Святую Библию знать-то. И учить народ. Вот не учили народ. Братья и сестры. Братья и сестры не говорится, только братья. Братья и сестры во всей Библии нет. У него Иоанна Златоустова на 12 томов-то. Он даже этого священника-то не знает. А что это имеет значение? Имеет. Значит, если бы не имело значения, тогда бы хоть одна где-то строчка промелькнула. Братья и сестры нету. Отцы и братья. Братья. Раз говоришь братья, значит и женщина сотворил их. Видно, что женщина знает что-то, говорит по делу, не по делу. Они уже решают. Разрешили ей говорить. Значит тут уже... Ну, Бог знает как. Это я не знаю. За пределами храма. Именно из-за стран. А то, с митрополитом Серегием, какие были раны? Дальше. Правила Старфагенского собора. То есть мы единственное просим, раз мы символи веры, заявляем, что мы соборная церковь. А соборная это не правда. Видите, они не боятся. Это вы правы. Но это же не правда. Положительно, что вышли открыто. Вот это очень хорошо. И вступили за правила, которые никто и не знает. Ну, мало кто знает, считает. И оно что-то влечет за собой. К тому, что есть уже ничего не влечет. Нарушение этого правила. И говорят. Но они подняли этот... Ну, из малого рождается больше. Я никак не сужу. Но они сделали это открыто. Все снимается у них. Фотографируется. Будет известно архиерея. Архиерея, как правило, он ничего не будет говорить. У него власть. Он даванет сейчас. И вылетели оттуда. А он еще на стройку пойдет? Не пойдет. Как отец Павелона. У нас здесь архиерея его даванул. А он что, пошел на стройку работать. Пошел на золотые прииски. Таксистом пошел. Хоть куда. Это трудное дело. Ну, да благословит Господь этих батюшек. Я тут не понял, как их звать. Видимо, не в этом дело. И вот такое дело. И вы теперь это услышали, как? Помолиться. Чтобы не нарушались каноны, правила. Главное, это Евангелие, конечно. Слово Божие. И вот мы возвращаемся назад. Я повторю сейчас снова дальше, где мы шли. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хотел поделиться таким соображением. На утренней молитве возникла мысль о том, что моя молитва, келейная, в одиночестве, отличается от общей. Когда предстою на молитве дома или с братьями. Разумеется, говорю о молитве слух. Так вот, во втором случае молитва более собрана. Более динамично. Ум не блуждает по сусекам. Отчего так? От того, что осознаешь, что тебя слышат молящиеся с тобою. А значит, мямлить и плоховать не солидно. И вот на этой мысли меня обожгло. То есть, если один молишься, без видимых слушателей уже и не то. Так что ли? Речь не идет о неистренней молитве. Нет, дело так, как сказал выше, в духовной собранности. Вот поэтому, подумал, молитва настоящая, это молитва в ощущении присутствия Христа. В реальном присутствии. Невидимым очами, но духовным чувством молящегося осознаваемым. Он здесь, он рядом, он слышит. Ничего тут спорного нет. Это действительно так. Вот мы молимся, когда вместе. А когда один в это время, какой шум там где, где-то умом и колыхнулся. А тут приходится больше цепляться. Но не всегда приходится вслух молиться. Но отверзи уста мои, научи меня уставам твоим. А при чем тут? Уставам отверзи уста. Отверзи уста. То есть учиться, считая вслух. Я не раздумаю. И научу беззаконных путям твоим. Евгений Вдовин. Мир вам, дорогой Игнат Тихонович. Благодарю за пищу Господню, подаваемую на вашем столе. Питаюсь у вас на сайте. Дух мой ликует. Низкий вам поклон и всем братьям во Христе. Сергей Иванов Игнатов. Христос воскресе. Воистину воскресе. Как я хотел быть рядом с Игнатием Тихоновичем. Братья на молитве. Господь управил, и я помолился с вами. Слава тебе, Боже, за это. Аминь. Видите, помолился даже на молитве с нами. Утренней молитвы. Я вас очень-очень люблю, Игнат Тихонович. И в то же время осознаю свое недостоинство, лень и сухость на молитве перед Богом. Но это надо не сознавать. Только покончить с этим. И с сухостью, и со всем. Я сейчас покажу, что у нас здесь еще. Это Кирей, когда приезжал молитв. Фотографии были, тут уже не видно. Вот я к нему подхожу. 15 мая у нас день деревни был. Это фотография. Это отец Аким подходит, икону получает. Метрополит дарит. Вот эти все недоброжелатели наши. Как они тут расшумелись. У вас нет священника. Нет архиерея. Это очень серьезно. Вы теперь раскольники. Вы теперь сектанты. То есть буйствовали. С сумасшествием полное. И вот приезжает архиерей, к вам теперь никогда не приедет. Они на него напали. И он сделал вывод. Такое впечатление, что вас убить хотят. Я говорю, так и есть. Убийцы, киллеры. И как правило, это связано как начальники, или кто-то, миссионерским отделом. То есть отделы в преисподнюю. Повторяю еще раз. Отделы всякие могут быть. Кроме миссионерского. Его нельзя создать. Там Бог один, Бог царствует. А остальное это имитация, подделка от сатаны. Принимает вид Ангела Света. И вот, пожалуйста, вот он архиерея у нас в Потеряевке. И что? И они на него напали. То есть у них задача свалить, победить. Вот я иду с ним, с митрополитом рядом. И видно, что мы не чужие друг другу-то. Вот здесь подходим. Это Володя снимает рядом. Наша прихожанка идет, Ирина. Там Саша из армии вернулся. Вот он икону мне подарил. Не мне подарил, а показал. А теперь вот только вывозит из машины. Вот только что вышел, мы с ним поцеловались. И все, замолкли, ни одного нигде нету. Нету нигде. Ну, глупость. Если бы знали Бога-то, они делаются чертами, бездушными. Как деревянные сердца. А что там мямлят, говорят. Да займитесь собою. Синодальным, утвержденным. Не может миссионерский отдел утверждать. И вы ходите вокруг, да около. Обходят море и сушу, и делают с сынами гиены. Хватает. Ну, хорошо. А что мы должны будем делать? Только патриархию. Только патриархию. Ну, разве так сватают? После этого вообще смотреть не хочется на все это. На ваше поведение. Вот здесь нужно сказать. Сейчас я посмотрю. Вернуть себя назад. Вот. Вот опять скидывает. Наши. В наш этот. Мой мир. Вот такой здесь. Видите как. Что здесь? Сегодня вот я уже перетащил. Ну, 106. Вот дальше ответы. Библии 42. По порядку идет. Ответы по Библии. А они уже начитаны были раньше. Я замки снимаю, и они проявляются далеко-далеко. Там на 200 месте, может быть. И поэтому вот в мой мир заходите, смотрите, какой номер. И здесь прослушайте. 100. Ответы Библии. Ответы по Библии. А таких ответов будет больше 2000. Когда будет насчитано. Ну, и тут мы показали все по Теряевке. Продажа зерна у него идет. Наталья. Дети в трапезной. Я на Золтоуст. Интересно. Меньше всего посещаемость Иоанна Золтоуста. Вот сегодня поставил. Сейчас я покажу. Вот сегодня только поставил. И вот поставил сколько? 5, 6, 7 роликов. Вот поставил у него. Здесь 17 из Германии. Иоанн Золтоуст только одно посещение. Одно. Вот занятия по скайпу и то 9. Здесь 8 на события или 6. Дети в трапезной 6. Здесь с самой малой популярностью пользуется Золтоуст. Это не означает, что он так ничтожен. Это и речь идет о том, что люди не приучены к этому. Вот маленькие там дети в трапезной. 3 минуты за 45. Ну а здесь вообще один просмотр. Кто-то зашел. Вот. Ну и дальше у нас наш форум. Вот он как выглядит. Православный форум. Игнатия Латвина. Вот посмотрите. И вот я сейчас покажу, что здесь было за последний день. Ну это уже у нас было. Что-то тут непонятно. Кирилл Свенсон. Москва. Игнатий, а как ты можешь прокомментировать то, что вас обвиняют в том, что вы сектант? А зачем комментируют? От этого ничего не меняется. У сектантов, если секта отделились от церкви, чем они отделяются? Ну и пока показано тем, тем и тем. Сектант. Какой я сектант? Ни одного дня не был сектантом. А что вы комментируете? Комментируете еще? Ну он меня обвиняет. Я племянник Гитлера. Я воевал на таком-то фронте. Не было. Мне было только 2 года тогда. И так понятно. Моя биография вся выставлена здесь, в моем мире. В моем мире. Там анкета дается. Вот здесь нечего. А секту вашу в сети называет Игла. Но никто так и не называет ее. Во-первых, слово Игла это Игнатий Латкил. Лэ с большой буквы. То есть, ну тут что объяснять-то? Так понятно. Это Мишки подписывал с картошкой. И так перешел сюда. И твои единомышленники ходят в православный храм. Ну, храм я и показываю. Там архиерей стоит. Что объяснять? Если да, то в какой? Как в какой? Крестово-Звиженская русско-православная зарубежная церковь. И как зовут настоятель? Настоятель мой родной брат, отец таким. Это вопрос. А какой вопрос? Еще он тебе даст этот вопрос. Кто? Кирилл. Кирилл. Имена меняют. Одни и те же люди. Одно и то же. А что? Уязвить. Пока вы его извляете, у нас идет работа. И физическая, и духовная. Ну, зачем мне это есть? Я ни одного не спрашиваю. Я ответил один раз. Он второй раз. Как говорит Ириней Киприан. Я говорю, они не верят. Нападают. Дионисий Александрийский это же говорит. Люди были настолько в то время темные, что православных называли эритиками. Эритиков считали православными. Иронима Стридонского также мучили, давили. Я отвечаю, вопрос задают, они не верят. Меня постоянно спрашивают, а вы Божью Матерь признаете? Да я еще разговаривать, наверное, не умел, а Божью Матерь уже считал Богородица Дева Радуйся. Я родился в старообрядческой семье. Старообрядцы это секта. Старообрядцы секта. Это говорит кто? Это совершенно неверующий человек. Старообрядцев православные считали раскольниками. Сектой никогда не считали. Почему? Потому что все православное у них, не было священства. А кто раскол-то произвел? Никон произвел-то раскол-то. Вчера они не были раскольниками. Сегодня Никон сказал креститься тремя перстами. Считать трижды Аллилуй, Аллилуй, Аллилуй. Ну и дальше там. Иисус писать с двумя буквами ИИ. И кто раскол-то? Чурка или топор? Кто раскол-то произвел-то? Раскольники-то это никоньяне. Они старообрядцы. А сегодня старообрядцы, имеющие белокринитские иерархи, имеющие священство. Это Кирилл. И древнеправославные. У них патриарх Александр. Тут два патриарха в стране сегодня. Люди даже не знают это. И дальше. Ну тут очень мелко считать. Тут какой-то чужие фотографии вот ставят когда-то. Значит, ну зачем чужие-то ставить-то? Вот уважаемый Игнатий Тихонович, Я на ваш ресурс не заходил несколько недель. Более того, я по характеру мужик. И не воюю я с девушками, это запятые там не там, детьми и стариками, или тем паче христианами. Более того, я про вас забыл после того, как вы меня публично оболгали. Я его оболгал. Как оболгал? Еще неизвестно. А сегодня мне намыло. Намыло, намыло. Не знаю, что такое. Соратники с большой буквы скинули видео, где вы про меня говорите в негативном ключе. Там вы меня смешиваете с Дудином, с Ингушом-Клебетником, с Саварбеком и так далее. Игнатий Тихонович, вы что? Зачем мне вам гадости-то из-за угла творить-то? Еще раз. Я по характеру мужик. Бегать и пакости творить зло не в моем стиле. Если вы хотите снова по скайпу поговорить, то вычеркните мой скайп и меня из черного списка. Я открыт к диалогу. Вам напишу и с вами лично снова поговорю. У меня мама очень сильно болеет. Вот недавно из больницы А приехал. Я приехал. Мне сейчас не до интернета. Прошу всех православных христиан и вас помолиться о здравии моей мамы. Мамы с большой буквы, а имя нету. То ли забыл, то ли еще. У меня характер керцкий. Вот это здорово. Это значит нордическое спокойствие. Видимо, 17 мгновений весны смотрел там это. И беспощадная ярость к врагам. Ну, это оттуда, видно, берется. Но вы, Игнатий Тихонович, мне не враг. Хоть мы с вами расходимся в мнениях насчет воинства Христова. Еще раз выносите мой скайп из черного списка. И мы снова подружески пообщаемся. Вы же меня тогда не поняли. И мою шутку про баптистов-то приняли как оскорбление. И началось в деревне утро, не понял, то есть, что такое. Керцкая музыка моего характера. Посмотрите. Ну, это фильмы. Там «Храброе сердце», я их смотрел. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Много еще тут послана. Вот я засчитаю. Вы считаете только то, что о вас говорят хорошо. Ну, такие глупости городят. Я говорю то, что хорошо. Вопросы, которые хорошие. Так вопросы-то, допустим, мне в университете подают. Подает другой человек. И я его что, ой, этот плохой не буду считать. Повторяю. Я только в одном университете 17 лет вел занятия. Так это в пяти университетах на радио и ни одной записки я не зажирил. Даже, ну, если матершинники какие-то пишут, тогда ясное дело, что там нельзя ее считать. А так, ну, подыскиваются, говорят. Я отвечаю и на стороне этих клеветников никогда никого не было. Они понимают, что это неправда. Чего бы я скрывать стал? Ну, то есть, он по себе меряет-то. Еще есть, говорит, такой, хочешь другого в чем-то уязвить, обвиняй в своих грехах его. В своем. И вот так у тебя получится, что надо. Ну, вот. И теперь, ну, дальше у нас мы посмотрели, это у нас, что получается. Наш видеоканал православный, вот он где. Вот он идет. Заходите, смотрите. Вот, большой-большой канал. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну, и самое большое тут у нас сокровище, это сайт. Прежде всего готовился. 50 книг аудио. Христос воскрес! Старшая сестра проверяет. Здесь 50 книг, аудио мной насчитано. Теперь их ставят по одной. И вот, допустим, мы зайдем сейчас на форум. Не на форум, на ее видеоканал. И вот здесь есть слово, слева, главное. Вот я его нажал, главное, черта красная пробежала вверху. И сейчас откроется Жития святых. Жития святых, которые на каждый день. Вот. Что тут сегодня? Савина. Вот сзади, опять, за ночь поставили еще два Жития уже. Больше 200 выставлено. А всего 1173 должно быть. Я их насчитал, а теперь человек оформляет по одному и на каждый день выставляет. Видите, нашелся добрый человек, который этим занимается. Заходите и слушайте Жития. Но я их переношу, копирую в мой мир. Вот он, мой мир. Вот я покажу сейчас. Вот они, Жития святых. Берите. Не надо считать даже. Включи его и своими делами занимайся. Вот это на каждый день. Вот они, видите, как Жития святых. Видите, сколько, много у нас Господь дал какое сокровище, какое богатство. Поэтому приглашаем на наш форум, на наш сайт. Да благословит Господь. Это заставка наша деревня. Там далеко лагерь, видать, лага вон там идут. Это с голубятни. Я поясняю, что тут написано. Богу нашему слава во веки веков. Он далеко. Он потребовал. Он тоже амель. Он все-м